После двухлетнего перерыва Moscow Raceway снова готов принимать Russian Endurance Challenge. Сегодня здесь в четырехчасовой гонке на выносливость сразятся 20 автомобилей, как в абсолютном зачете, так и в различных классах. Долгий перерыв в гонках дал возможность лучше подготовиться к испытаниям. Ведь рек впервые с момента своего основания в 2015 году становится не однодневным мероприятием, а превращается в гоночную серию из четырех этапов, первый из которых прошел на автодроме Moscow Raceway в статусе чемпионата Москвы по гонкам на выносливость. Мы будем бороться на нашей собственной машине БАР-03, разработке компании БАР-инжиниринг. Это для нас будет тестовая гонка, первая гонка для этой машины. Задача – доехать дистанцию до конца, выявить все возможные неполадки, попытаться их устранить и получить такую максимально близкую к реальным условиям тестовую сессию. Свою задачу команда БАР-инжиниринг перевыполнила и поднялась на подиум в классе прототипов. Экипаж под номером 17 в составе Виктора Шайтара и Сергея Сироткина взял золото в своей категории и серебро в абсолютном зачете. А Михаил Алешин и Виталий Петров, проехав 133 круга на машине номер 11, стали серебряными призерами в классе прототипов. Мы очень долго готовились, на самом деле. Во-первых, у нас куча обновлений на машину пришло к этой гонке. Они все себя показали с отличной стороны. Машина поехала в среднем на полторы секунды быстрее, чем она ехала в прошлом году. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Удачно все сложилось и для еще одной дебютантки на гонках. Маруся GT готовилась к выходу на трек 12 лет. Здесь очень важно понять ресурс, надежность этих элементов, которые есть. И при этом, когда она новая, ты не знаешь, когда это произойдет. Может, через 5 минут, а может быть, мы счастливо выдохнем через 4 часа после гонки и скажем, надо же, надо же, все сработало. В общем зачете едут и женские экипажи. У нас 4 девушки в пелетоне. У меня такое ощущение, что скоро половина пелетона будет девушке. Потому что девушки очень активно приходят в автомобильный спорт и любят шуткаты. Гонка смогла проверить на выносливость всех. Болиды, пилотов, механиков, инженеров. Сейчас у команд есть совсем немного времени, чтобы провести работу над ошибками, проанализировать проблемы машин и решить их. Ведь уже через пару недель в Санкт-Петербурге пройдет второй этап Russian Endurance Challenge. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова